здравствуйте друзья с вами антон дьяченко и сегодня мы будем тестировать видеокарту и будем тестировать ее на примере full mac и cpu-z и так давайте скачаем сначала эти утилитки пишем да можно скачать с озон 3d так так вас перебрасывают сразу на сайт наверное это официальный сайт по крайней я отсюда качал жмете эту кнопочку и скачиваете так и теперь gpu-z где бы нам скачать gpu-z есть на тех power об ком это она заходим и так downloads так 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 и куда дальше а вот она течь power up gpu-z переходим сюда нажимаете на кнопочку download и скачиваете второе приложение для контроля параметра видео адаптера скачиваете и устанавливать у меня они уже установлены поэтому запускаем запускаем full mac так 1 10 6 все нормально и запускаем gpu-z так ждем 171 все отлично так ну на первой вкладочке вы можете наблюдать здесь все параметры своего графического адаптера то есть у меня как видите он встроенный так частоты работы памяти ядра то есть но принципе куча характеристик и нас интересует вкладочка sensors датчики сколько загрузка сколько значит потребление сколько ой еще можно что-то делать интересно значит частоты вот ну и температура это основное так и запускаем вот нажимаем на вот эту кнопочку запускаем тест так здесь выходит сразу предупреждение о том что мы берем на себя риск потому что а и приведены причины нестабильной работы то есть это может быть превышение настроек значит видеокарты нестабильность и недостаточность блока питания и проблемы с охлаждением мы это все понимаем и поэтому разгоном заниматься не будем и нажимаем go так вот мы видим вот такой бублик так сразу значит мощность подскочила и подскакивает температура но температура намного не подскочит так как это процессор вот но сразу увидите подскочила частота вот что еще интересно значит тест должен пройти хотя бы минут 15 лучше 20 если все будет нормально то есть компьютер будет жив вот он не перезагрузится он не зависнет никаких глюков наблюдаться не будет давайте мы пока так сделаем температура графического адаптера будет в норме ну что значит норма норма в принципе как мы выяснили в статье это градусов до 80 после 80 до 90 это уже в принципе желтая зона в которой нужно задумываться что либо усилить вентиляцию корпуса либо еще что то сделать вот если температура свыше 90 градусов за эти 15 минут поднялась то лучше произвести профилактику видеокарты почистить систему охлаждения и заменить термопасту если же карта на гарантия лучше сдать ее по гарантии сказать что греется забирайте так что еще интересного значит в окне ну вы можете наблюдать кадров в секунду количество кадров в секунду температуру и загрузку ну это все датчики проблемно показывают так как встроенный графический адаптер вот что еще можно обычно тут еще отображаются температуры если у вас дискретная видеокарта так ну в принципе все закрываете это окошко через 15 минут вот и закрываете тестирующие утилиты в принципе тест видеокарты вы провели спасибо за внимание с вами был антон дьяченко до встречи в следующих видео в следующих видео